Что такое Пуримкатан? Прибавляется именно Адар, месяц Адар, на который выпадает праздник Пурим, приблизительно раз в 4 года, раз в 4 года выпадает этот високосный год, и тогда Адар у нас делится на Адар Алиф и Адар Бейт, то есть Адар Первый и Адар Второй, и так как у нас первый Адар, он не считается как основным, а считается тот Адар, который ближе к Ниссану, так как после идет месяц Ниссан. Так вот, Пуримкатан – это именно тот Пурим, который попадает в високосный год на первый Адар, на Адар Алиф. Те же самые дни, 14-е и 15-е, только мы его не празднуем. Почему? Потому что мы празднуем Пурим в основном месяце Адар Бейт, а так как все-таки это тоже Адар, и это тоже праздничные дни, поэтому в эти дни мы единственное, что не делаем, это не читаем Таханун, то есть то, что обычно читают, когда во время молитвы, когда хотят исповедаться о своих грехах, в праздничные дни мы это опускаем, а так как у нас Пурим все-таки он, даже не смотря на то, что он Пуримкатан называется, все равно мы как бы в этот день, чтобы показать, что это все-таки полупраздничные дни, опускаем только эту часть молитвы. В принципе, это основная разница между Пуримом-Катаном и основным Пуримом. Как откошировать посуду? Закон окошировании посуды очень много, и там деталей тоже очень много, их надо изучать очень четко, но есть общая такая правила, как она варится, так же она кашируется. На открытом огне мы жарим шашлыки, и значит шампур тоже надо кашировать на открытом огне. Если мы готовим какую-то пищу жидкую, скажем, варим какую-то еду в кастрюле, посредством варки его надо и кашировать. На самом деле для этого есть мажгихим, мажгах-кашут называется, значит, у общин, у которых есть система, у них есть такие мажгихим. У нас, слава богу, тоже есть мажгихим, люди, кто хочет свой дом кашировать полностью, они могут пригласить раввина из синагоги. Он придет и укажет им, что надо делать с посудой, как надо их кашировать полностью, откошировать их кухню. Песа, что это за праздник? Образование, создание народа, трансформация семьи в народ, это очень длительный, сложный и очень интересный процесс, и можно говорить долго о нем. Но одну сторону показать, мы говорим всегда, что надо помнить, что мы были рабами в Египте, и Всевышний освободил нас из рабства. Мы празднуем не только то, что мы вышли из рабства и стали свободным народом, а есть деталь, как мы вышли из рабства. Всевышний, когда обратился к Мошер Аббену, к Моисею, пойди и выведи мой народ из рабства, чтобы пришли они сюда и служили мне на этой горе, на которой Мошер Аббену стоял. Она называется гора Синай. И именно выйдя из Египта, став свободным народом, мы стали на горе Синай. Некогда пересекли границы Египта, некогда перестали там выполнять какие-то работы принудительно. А когда мы дошли до горы Синай, тогда мы стали свободным народом. Мало от чего-то бежать, надо еще к чему-то стремиться. Задача была не убежать из Египта. Задача была получить задачу свою в мире, получить то, ради чего мы должны жить, кто мы и с какой целью. Вот это было дано на горе Синай. Поэтому это один монолитный кусок нашего праздника. Выход из Египта и приобретение задачи своей и стремления к этой задаче. Каждодневное стремление. И потом уже праздник Шавуот, где мы получаем Тору, становимся народом, свободным народом. Свободным от того, что человек, пользуясь Торой, он может понять, вот мне хочется так-так, его держат какие-то узы своей лени или каких-то рабских привычек. Он понимает, что пользуясь Торой, я могу избавиться от каких-то плохих привычек и приобрести хорошие привычки. Вот это вот называется выйти из рабства и приобрести свободу. Это ПСА.